Здравствуйте! В эфире «Право на защиту». Каждую неделю лучший праведокрай и самые авторитетные эксперты отвечают только на такие правовые вопросы, которые могут коснуться каждого. Сегодня по понятным причинам у нас олимпийская тематика. Как защищаются права спортсменов и ждать ли ковид-скандалов и лишения наград от Пекина? Об этом и не только. Мы поговорим с нашей знаменитой гостьей. Это Ольга Медведцева, двукратная олимпийская чемпионка, директор спортивной школы Олимпийского резерва Академии биатлона. Ольга Валерьевна, здравствуйте! Рада вас приветствовать в нашей студии. Наша передача выходит в период старта, наверное, самого главного, грандиозного спортивного события в мире – Зимней Олимпиады в Пекине. Состав нашей сборной определен, и в нее вошло, ну, теперь уже чуть меньше, да, 20 красноярских спортсменов, что является рекордным в Сибирском федеральном округе. А как вообще попадают в состав Олимпийской сборной? Очень хороший вопрос. Ну, я думаю, все понимают, чтобы попасть в состав сборной Олимпийской команды, это многолетний и многолетний труд прямо с детства. Когда ребенок, папа с мамой приводят в спортивную школу, он встает на лыжи, или, я не знаю, там, залазит в боб, любой другой вид спорта выбирает. И это многолетний труд, упорный, когда ребенок хочет чего-то достичь, ставит перед собой цели, и с первыми успехами, с первыми соревнованиями международными, уже тогда заявляет о себе и становится членом Олимпийской сборной. Ну, изнурительные тренировки и, безусловно, выдающиеся результаты, постепенные от старта к старту, это все понятно. А вот какие обязательства принимает на себя Олимпийц? То есть вот должен ли он каким-то определенным образом, может быть, питаться, соблюдать режим дня, соблюдать график тренировок? Может ли он вообще социальные контакты поддерживать, особенно в период больших стартов, или вот должен ограничить себя во всем, тем более в наше непростое время? Вы знаете, все, что вы перечислили, касается не только олимпийцев, а вообще мне каждого серьезного спортсмена. Режим тренировок, ну, это вообще право спортсмена тренироваться, соблюдать дисциплину, режим, соблюдать режим тренировок, соблюдать режим отдыха. Сейчас очень доступны различные мастер-классы и список продуктов полезных, то есть правила питания, все должны знать, которые в большей степени даже помогают в хорошем результате. Контакты. Ну, я бы сказала, что, в принципе, в период пандемии это не обязательно должен быть ковид. Грипп, он был всесезонный, ОРЗ, ОРВИ, то есть спортсмен должен беречь себя от любого дуновения ветра, дабы не испортить себе спортивный сезон. Это все, наверное, можно назвать дисциплиной. Спортивной дисциплиной. Спортивной дисциплиной. Ну, вот про эпидемию как раз, наверное, и поговорим. Те меры, которые сегодня принимаются в Китае, противоэпидемиологические, но они носят, наверное, беспрецедентный характер. Уже много об этом говорится, что спортсмены будут жить в так называемых пузырях, со своим КПП, с вооруженной охраной, ежедневная сдача ПЦР, турникеты специальные в гостиницах, через которые выпускают только при отрицательном тесте. И, тем не менее, на ваш взгляд, вытеснят ли сегодня ковид-скандалы, вот так распространенные, допинговые, да, обычные, которые бывают на больших стартах? И вообще, насколько это вот правильно и справедливо, что от ковида будут зависеть результаты того или иного спортсмена? Ведь это как лотерея, поймал или не поймал эту болезнь коварную. Ну, действительно, многие спортсмены, даже прилетев уже в Китай, можно сказать, на 50% лишены участия, потому что очень строгие именно правила. Китай очень четко борется с этой инфекцией. Но такова сейчас, наверное, жизнь, таковы условия, и, наверное, надо просто это принять. От этого никуда не деться. И очень жаль, конечно же, если у кого-то получился положительный. Особенно, когда ты четырехлетие положил на то, чтобы попасть на Олимпийские игры, для кого-то это мечта, и, возможно, это первые Олимпийские игры, да, они немножко странные. Наверное, здесь будет все-таки в большей степени везение главенствующим. Но, тем не менее, никуда не деться. Олимпийские игры состоятся в любом виде. Они состоятся, они будут внесены в историю, нам это надо только принять. Ну, наверное, это самое главное, да, что они все равно пройдут, несмотря на вот эти все издержки, отсутствие болельщиков и прочие особенности нынешнего периода. Ну, вот о гонорарах профессиональных спортсменов входят, наверное, уже легенды. Особенно там про футболистов, про теннисистов, ну и лыжников тоже касается. На всяком случае, комментируя кубковые старты, Губерниев постоянно упоминает хорошие призовые, которые могут получить лыжники. Вот скажите, насколько, по вашему мнению, сегодня материальное вознаграждение профессиональных спортсменов стимулирует их на высокие олимпийские результаты? Ну, действительно, наверное, в последние лет, может быть, 20-25, возможно, спортсмены имеют некоторые бонусы за тот труд, который с детства они вкладывают, за то целеустремление и за свое выступление, за медали. Но, к слову сказать, лыжные гонки, биатлон, там, наверное, ряд еще каких-то видов спорта, которые я не могу сейчас назвать, они не самые, как бы, высокооплачиваемые. Это же не игровые виды спорта, где все гораздо проще и налей гораздо больше. Ну, не надо забывать о том, что все-таки буквально до 90-х годов, наверное, до 2000-х даже все равно спортсмены выступали только за идею, когда в Советском Союзе можно было за золотую медаль это самое почетное было, наверное, получить, там, вне очереди автомобиль или, наверное, еще круче можно было приобрести с какой-то скидкой «Волгу». Ну, вот сегодня все-таки вы общаетесь с коллегами, с молодыми своими коллегами. Для них паритетом что, престиж, имидж страны или все-таки материальные? Я не хочу обидеть поколение молодежи, которое сейчас растет, но мне все-таки кажется, что то время, когда выступали мы в начале нулевых, это было, и до нас. Мы, конечно же, в приоритете выставляли все-таки достижения, результата. Выходя на старт, мы бились за то, чтобы завоевать медаль. И выбирая между стартами, где, допустим, будет высокооплачиваемое, и я смогу там четко заработать деньги, и там, Кубок Мира и выступление на чемпионате мира, я выбирала всегда там, где сложнее, но там, где престижнее, чемпионаты мира, олимпийские игры. Ну вот почти каждый, наверное, большой старт, и, к сожалению, сегодня не обходится без известий, без информации о травмировании, о травмах спортсменов, в том числе и тяжелых. Вот гарантируется ли сегодня государством и, может быть, спортивными федерациям медицинская реабилитация и социальное обеспечение спортсменов, которые дальше уже, допустим, не могут продолжать спортивную карьеру? Ну вообще все спортсмены у нас проходят диспансеризацию, это обязательное условие при участии в тренировочных мероприятиях. Даже просто выйти без медицинского допуска на тренировки спортсмен не имеет права, а учреждение, естественно, не может его выпустить. Существует ФМБА, где спортсмены проходят и реабилитацию, если необходимо, и лечение, если какое нужно. Также существуют же трудовые договоренности с работодателем, где четко по законодательству прописывается оплачивание. Если вдруг это во время тренировок произошла неприятная история, то работодатель, наверное, должен все-таки обеспечить лечение и реабилитацию. Ну а у детей, собственно говоря, ну каждый ребенок тоже проходит медицинское обследование, там как бы по разным категориям это происходит, и каждый спортсмен, вне зависимости от возраста, должен иметь вообще-то страховку, если это вид спорта травмоопасный. Физическая культура и спорт тем и отличаются, что даже как бы ты не хотел себя сберечь при малейших рисках, в спорте все-таки травмы могут быть. Вот насколько, кстати, важен, я подумал про медицину, мы с вами заговорили, насколько важен труд сегодня спортивного врача, особенно вот как раз при подготовке вот к таким грандиозным стартам? Ну, даже у нас в сборной крае существует, есть спортивный врач, который ведет обследование спортсменов, также детей по запросу тренера и текущее обследование. Но вы знаете, беда в чем? В том, что спортивных врачей катастрофически не хватает. То есть медицинская академия в Красноярске, например, не выпускает такую специальность. Поэтому это, наверное, надо быть как минимум опытным терапевтом и также там пройти какое-то лицензирование, чтобы быть именно спортивным врачом и работать в спортивной сфере. Иногда, когда смотришь на старты бетлонистов, думаешь, что еще не хватает психологов спортивных, чтобы вот это дрожание при самом ответственной последней стрельбе исключить. К сожалению, вот здесь я даже не смогу вам ничего сказать, потому что мне психолог никогда не нужен был, я сама могла справиться со своими мыслями. И если какие-то сомнения возникали, то рядом был всегда муж, на которого я все свои проблемы и свешивала, а он благополучно мне давал какие-то советы. Знаете, а еще лучше, просто взять книжку хорошую какую-нибудь положительную и перед сном ее почитать. У каждого свой психолог называется. Да. Ну вот людям, далеким от профессионального спорта, наверное, даже трудно себе представить, сколько сил, сколько нервного напряжения, сколько физических перегрузок испытывает профессиональный спортсмен, готовясь и участвуя вот в этих больших стартах. И тем не менее, как показывает мировой опыт, завоеванную такой невероятной ценой медаль, можно и потерять, да, можно и лишиться. Вот что, на Ваш взгляд, сложнее, завоевать пьедестал или вернуть отобранное звание чемпиона? Ну, не просто, наверное, ответить на этот вопрос, потому что, чтобы завоевать пьедестал, это все-таки, опять повторюсь, это кропотливая работа, долгие-долгие лета. Для того, чтобы медаль потерять, наверное, лучше не попадать в эти ситуации. Но есть очень хорошее выражение. Можно... Есть статусы и есть атрибуты. И вот можно быть в статусе олимпийского чемпиона, но не иметь этой медали. А можно иметь эту медаль, но не быть олимпийским чемпионом. Да, каждый выбирает свой путь. И у каждого в этом своя спортивная судьба. И каждый, я думаю, может подумать над этой фразой и что-то свое решить. А кто, кстати, и каким образом занимается защитой прав вот таких наших российских спортсменов, лишенных наград на международной арене? Как это происходит? Ну, если смотреть, как сейчас происходит борьба за спортсменов после Сочинской Олимпиады, то, безусловно, на двух видах спорта я могу сказать, что это федерация. В лыжных гонках Елена Валерьевна подключила все свои связи и сама лично присутствовала на всех судах. В биатлоне работают юристы. Михаил Дмитриевич лично контролирует этот процесс. То есть не бросает федерация спортсменов на произвол судьбы, и здесь объединяются силы и усилия, чтобы все-таки восстановить доброе имя и труды. Ну, прежде всего, это же направлено еще и на государство, поэтому, как минимум, мы должны ответить. Сменим немножко тему. Вас не так давно назначили директором спортивной школы Олимпийского резерва Академии биатлона. Вот, наверное, вы на своих лыжах инспектируете теперь лыжные трассы из собственной винтовки, проверяете состояние стрельбища. Вообще, помогает колоссальный спортивный опыт в новой работе? Ну, вы знаете, я два месяца уже на руководящей должности, и просто всю отрасль, вот этот вот вид спорта я знаю изнутри. В нашей школе три вида спорта. Это лыжные гонки, биатлон и пулевая стрельба. Как-то они между собой все-таки перекликаются, правильно? Я сама из лыж. И мы проводили перед Новым годом соревнования с нашими детьми на лыжах. Сама вставала вместе с ними, зарубалась на равнинке. Мне кажется, это как-то все равно должно детей взбодрить, наверное, или настроение какое-то придать. А еще очень интересно, что офис наш находится на лыжном стадионе, на биатлонном комплексе. Поэтому я просто даже в любую свободную минуту подхожу к окну, и я вижу, как тренируются наши дети. Знаете, в прекрасном месте находится наше учреждение. Очень замечательно. В любое время можно выйти и пройтись, что-то подсказать ребятишкам. И в обеденный перерыв поддержать тонус, да, я так понимаю, и здоровье, пробежавшись один-два километра. Кстати, да, пешком пройтись, потому что я не столь активна сейчас именно как спортсменка, а просто активная ходьба мне больше нравится, чем гоночные лыжи. Как-то наелась я уже этого всего. Ну вот как спортивного руководителя, да, как спортивного функционера, как иногда говорят, спрошу вас, как бы вы оценили нынешнее состояние красноярских бегающих и стреляющих лыжников, которые, кстати, к сожалению, ни один в сборную олимпийскую не попали? Ну так получилось, что именно в этом году, например, биатлонная сборная мужская и женская, ну несколько физически не дотягивает, да. Возможно, спортсмены чуть ниже уровня. Но буквально на днях прошли соревнования среди юниоров, где три спортсмена Академии биатлона отобрались на зимнее первенство мира, которое будет проходить в Америке. Но, насколько я знаю, Америка пока визы не дала им. Ну да, неизвестно, как это все сложится. Ну одно то, что уже на первенстве красноярские спортсмены стояли на высшей ступени пьедестала, мне кажется, уже обнадеживает, чтобы он не может не говорить о том, что, возможно, в следующей Олимпиаде появятся новые имена, и все-таки мы красноярских спортсменов увидим. Ну вот как раз хотел сказать, от чего зависит появление местных звезд такого уровня, как Ольга Медведцева и другие ваши коллеги. Это труд, огромный труд, это все-таки мы жертвовали общением с семьей, мы в любую погоду тренировались, мы знали, чего мы хотели. И это было не за деньги. Ну вот про детско-юношеский спорт еще тоже вас спрошу, который вы сегодня как раз курируете. Вот как вырастить олимпийского чемпиона из того малыша, который сегодня еще запинается о собственной лыжи? Или, может быть, не стоит его вот так вот загонять в такие рамки, да, своего ребенка? Вот что можно порекомендовать родителям, юных спортсменам? А здесь вообще очень простое, рецептов сильно-то нету. И пожелание только одно, чтобы родители любили своего малыша и поддерживали. Все спортивные стадионы находятся, лыжные находятся в черте города, но, наверное, для некоторых удаленных районов это не очень удобно. И я вижу, как многие родители на личном транспорте, может быть, бабушки на автобусе привозят своих детей для того, чтобы они-то потренировались. И это очень похвально. И это не может не мотивировать, может быть, в дальнейшем детей о том, что пожелание родителей такое, чтобы ребенок был здоровым. И я всегда говорю о том, что из массы занимающихся детей, если один-два выйдут очень талантливыми, и мы их действительно увидим в сборной, это будет очень здорово. Но как минимум наша задача не навредить, и чтобы эти дети хотя бы остались здоровыми. Прежде всего, заповедь врачей – не навреди. Это все верно, но все-таки стоит ли, ну, как-то вот ориентировать ребенка на результаты? Важно ли вот с самых первых стартов, чтобы он хотел победить, чтобы родители его к этому как-то сподвигали, подталкивали? Или вот все-таки здоровье и здоровый образ жизни здесь важнее? Ну, на начальном этапе подготовки, конечно же, это идем за здоровьем, идем за любовью к спорту, вовлекаем вид спорта. И здесь очень многое зависит, конечно, от родителей, поддержка. И прежде всего тренеры, которые будут детей как-то занимать, это не просто там тренировки, естественно, никто сразу с изнурения не начинает. Но тренировки должны быть разнообразными, интересными, чтобы ребенок захотел увидеться с тренером, захотел прийти, пообщаться со своими сверстниками, поделиться, может быть, какими-то своими успехами в школе, может быть. И на этом этапе, конечно же, пока начинаем с этого. А как, кстати, вот в вашей школе Олимпийского резерва сочетается спортивный вот этот процесс с получением среднего образования? Здесь нет никаких противоречий? Ну, в нашей школе школьники. Соответственно, на сборы они пока никуда не выезжают, поэтому по одной тренировке в каникулярное время для групп уже тренировочных можно проводить две тренировки, то есть где они там усиливают, может быть, какую-то нагрузку, участие в соревнованиях. То есть все идет поэтапно, постепенно, как проходили многие спортсмены, которые чего-то большого достигли в спорте. То есть ничего выдумывать здесь не надо, уже давно все придумано еще во времена Советского Союза, и это работает. То есть учиться они продолжают, и высшее образование потом тоже все получат? Кто захочет? Ну, уже, когда уже заканчиваешь школу, я вам скажу честно, совмещать именно упорные занятия спортом для достижения результатов и обучение высших учебных заведений не так все просто. Но, тем не менее, существуют и ребята упорные, и существуют именно университеты, ориентированные как раз на то, чтобы спортсмен получал образование. То есть с пониманием относится педсостав, и выходят первоклассные специалисты. Спасибо большое, Ольга Валерьевна. Наверное, нам остается только пожелать нашим спортсменам здоровья и больших побед. А я напомню, что мы сегодня обсуждали защиту прав спортсменов, а у нас в гостях была Ольга Медведцева, двукратная олимпийская чемпионка, директор спортивной школы Олимпийского резерва, Академия пиатлона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова